здарова всем сегодня на обзоре этот набор крокодил трейн это эксклюзивный набор то есть ну коллекционка которую надо поставить на полочку что я и сделал и он у меня стоит и радует мой взгляд этот набор мне предоставил сообщество москов техник рю то есть принципе это набор от лего большое им за это спасибо ссылку на них я оставлю писать на подписывайтесь мы с ним проводим крутые соревнования всякие модели выкладываем прочее очень-очень рекомендую говоря про этот набор сначала я наверное окунусь в историю и расскажу вам в принципе какими было паровоза локомотива строения в лего какие были поезда и прочее полезно она будет узнать перед тем как составлять мнение об этом наборе первые самые поезда судя по сайту да и вообще по каким-то источникам другим появились в шестьдесят шестом году то есть это было настолько давно можете сами посмотреть на как это выглядело поезда были прям примитивные какой-то набор для интереса откроем сцепка была даже не на магните на какой-то такой вот штучки вагоны были на очень похожих рельсах как в рассматриваем наборе просто они были помимо прямых они были еще и загнуты и шпала достаточно далеко расположены но уже был мотор система была 4.5 вольтовая с такой вот блок питания у меня есть он совместим в том числе и с техником и продавался отдельно мотор даже представлен в разрезе здесь очень похож принципе на современный некоторые сходства есть вставляется он локомотив внутрь то есть вот пожалуйста набор локомотив здесь он даже с мотором даже батарейный блок сныкали но вот так так вот это все сделано отдельно продавались платформы на которые можно было свои детали собрать какие-нибудь вагоны ну и отдельные рельсы пожалуйста рельсы кстати сборные они очень долго такими еще оставались в следующем году появилось некоторое развитие появились у нас стрелки регулируемые но заметьте никаких контактов в рельсах нет то есть у нас по-прежнему или провода мы подключаем поезд то здесь например вот блок питания находится вот там где хранится углевода и от него провод подходит к паровозу и он ездит то есть управление такое вот не очень удобно 68 год обновляются поезда появляются новые такие наборы с поездами со стрелками уже но в целом все остается точно такой же но к степляется звуковой сигнал если не ошибаюсь те годы блока от системы управления свистком то есть мы свистели а собственно вот он свистели свисток и зависит от этого этот блок с микрофоном воспринимал звуковую частоту как начало движения или его остановка то есть эдакий пульт управления сейчас такое бы мне кажется в детям бы тоже зашло для этого можно использовать в принципе смартфон им есть микрофон его можно запрограммировать а мы кстати говоря у нас магниты то есть я не просто там какой-то крючочек как современные поезда магнита немножко другого образца и они прямо окрашены полярностью синий красный идем далее 69 год и у нас появятся системы 12 вольт то есть вот у нас тот же свисток отдельный модуль то есть можем кинстары свои поезда им дополнить сделать их дистанционно управляемыми это клёво прикольно отдельные вагоны новые какие-то поезда кстати говоря скоро будет поезд который даже сам руках крутил переезд и система 12 вольт она отличается уже от 4,5 вольтовой системы поскольку питается от розетки то есть вот эти уже поезда стали больше не игрушкой каким-то моделизмом посмотрим на рельсы стрелки например теперь видите в них в центре есть контакт то есть у моторной тележки по центру есть два контакта которыми он цепляется вот здесь вот к рельсам и получает через них электричество ну здесь даже какие-то выключатели то есть можно переводить стрелки 70-ый год отдельно моторы видимо внутри они могли ломаться их можно починить провода новые наборы и трансформатор например сетевой то есть можно плавно регулировать скорость поезда есть единственная проблема поезд можно поставить на рельсы всего один ну или можно несколько конечно но они будут ездить одновременно я думал понятным причинам 71 год добавляются какие-то новые типы вагонов например железнодорожный кран прикольно красиво можно прямо целые наборы делать вот этот например набор я сам лично крутил руках в кар с коробкой собирал его я скажу вам это очень-очень старая система и вот даже по коробке может смотреть как он упакован то есть упакован еще в такую пенопластовую вставку но выглядит на самом деле это очень круто сейчас ни один эксклюзивный набор не удостаиваться настолько красивых упаковок тогда упаковки прямо делали очень очень привлекательными 74 год особо ничего нового нету у нас по-прежнему выходят чуть обновлены трансформаторы комплекта новых стрелок и появляется перекресток потом к сожалению пом долго очень не будет появляются новые станции новые поезда смотрите выглядит конечно все это сейчас устаревшим наверное но очень большим шаром обладает стоит сейчас очень больших денег по-прежнему ничего особо нового отдельные рельсы кстати как можете обратить внимание точно такие же как вот сейчас в обозреваемом наборе 77 год новые поезда теперь прям какой-то с прицелом вот на реалистичность в том числе на дизельный какой-то вот маневровый и понятное дело можно перестраивать в разные варианты его 78 год все прекрасно появляются мини фигурки смотрите в машинку до сих пор посадить их нельзя то есть тут у нас первые вагоны в которых поехали человечки куда-то 80-х год мини фигурка стала неотъемлемой частью за теперь лего нужны новые поезда чтобы возить пассажиров возить новые грузы для них машины в которой может фигурка садиться то есть поезда неплохо так обновляются выглядит ну в принципе даже сейчас мне кажется очень даже неплохо каким китайцы могли бы я думаю собрать копию вот обнимание на платформу вот на это вот скоро я покажу вам к ней референс запомните как она выглядит немножко обновились рельсы теперь они не такого дурацкого синего цвета теперь светло-серая выглядит все это очень достойно но система осталась та же 12 вольт 81 год и тут поезда расцветают прямо очень очень сильно у нас появляется такая вот штука как как я понимаю это отменять полярность рельс то есть поезд кередит не от трансформаторов 1 зато благодаря этим кнопкам 82 год просто какой-то вагон 83 год новые поезда новые локомотивы и тут появляется такая штука как освещение его можно подцепить к той же системе 12 вольт возможно даже на рельсы какие-то контакты были и у нас по ходу движения поезда будут светиться фонаре освещения для него красиво конечно и помимо этого такого больше не будет это переезд которым шлагбаумы работают моторов то есть там есть кнопки специально перед видео посмотрите инструкции к наборам да и до этого их много видел тут есть два мотора к ним подключены еще и лампочки то есть к переезд закрывается опускается шлагбаума загорается лампочка насчет звуковых сигналов нечу сказать вам не могу в руках не держал на видео не видел 85 год ну очередные обновления поездов ну тут скажем так ничего особо нового нету просто новые поезда хотя выглядит они красиво и интересно меру есть автоцистерна shell сейчас наверно лего не за какую цистерну shell бы никто не одобрил нам надо варить позитив батарейки и еще один переезд но мы живете не электрический здесь есть противовес грузик он был еще в наборе control center первым 86 год отдельные вагоны станции какие-то грузовые то есть можно прямо сделать очень красивую сеть железных дорог и на этом все заканчивается девяносто первом году спустя сколько получается больше двадцати лет ну да где-то больше 20 лет до нас обновляются рельсы теперь пропадает центральный контакт увеличится количество шпал или становится более реалистичными и они металлические то есть на них такие шестяные накладки по которым приводится ток они совмещены системы 9 вольт одновременно с ними выходят из стрелки регулируемые и эта система я думаю у многих было но к сожалению переезда например больше не электрические они самые простые ручные с одной стороны реализм повысился с другой стороны понизился и в этом году как раз выходит крокодайл он здесь называется engine но по принципу тот же как когда лтрейн просто формате мини фигурки серии сити то есть можно было купить отдельный локомотив отдельно рельсы отдельно трансформаторы для питания поездов отдельно вот вагоны были и например в этом году вместе со всей системой выходит такой вот грузовой поезд выглядит ну кстати неплохо тут и погрузчик есть и локомотив хотя он какой-то больше дизельный и наверное маневровый чем дальнего следования вот тут грузовой вагон тентовый обычная площадка очень красиво 92 год выходит трансформатор очень такого привычного вида стандартный разъем в котором можно подключить и моторы серии техник в том числе даже до майнс тормс от первого вариации генерации он дожил очень-очень синтеку красивый вокзал думал в детстве о таком многие мечтали то есть по-прежнему можно было сделать красивую сеть там даже он билетики можно купить покушать взять все реалистично интересно и метро лайнер наверно самый такой популярный у фанатов jd в лего поезд брать внимание на магниты они такие же универсальные они были в серии магнетрон в серии а из planet они же есть отвечают за сцепку поездов все выглядит очень красиво не сколько фигурок пассажиров они с велосипедами с чемоданами то есть выглядит все это конечно потрясающе 93 год для метро лайнера выходит такой вот спальный вагон двухуровневый то есть как современное ржд оно было в лего в принципе уже в 93 грузовая платформа с контейнерами и контейнеровозом и погрузчиком таким вот очень тоже клёво как раз уже мое детство пошло перемещение автомобиля то есть также можно было накупить кучу отдельных вагонов создать свой крутой поезд на основных каш товарняк и вот например то о чем безумно мечтал я же декран с платформой и грузовой поезд поезд опять-таки скорее больше маневровый но выглядит очень интересно мне нравится что вход мини-фигурки он ниже как бы чем остекление выглядит клёво тут есть еще и вагон для сыпучих материалов есть там повернуть эту штучку они высыпаются и для почты там тоже можно повернуть руль и посылки посыпаться на платформу но в принципе все реалистично девяносто шестой год еще расширяется жд сеть появляется новая станция на поменьше но в целом например такая же то есть тут тоже нас есть покушать билетики взять он есть машина с тележками которые возят багаж людей очень очень клёво появился новый он называется cargo railway то есть какой-то грузовой грузовой экспресс хотя он по сути пассажирский но видите вот здесь вот есть кабинки в которой можно вставить грузы в принципе на русском языке обзор на этот набор есть может посмотреть тоже набор очень клёвый одновременно с ним выходит товарный поезд такой вот товарняк конечно обзавелся сразу нас еще и станцией грузовой выглядит очень очень круто тут есть и даже весы для сыпучих грузов очень интересный формат трансформации но к сожалению все это утратило уже свой реализм хотя он выходит набор отдельно посвященный грузовым вагонам судя по их внешнему виду они вот подполагаются потому грузовом пользу то есть можно код свой грузовой состав собрать девяносто восьмой год какой-то classic train он без рельс без всего то есть именно просто как набор расширения но тоже приятно сейчас такой не выходит девяносто девятый год немножко обновляются наконец-то появится перекресток эти вальтовой системы станции помывки поездов снегоуборочные ремонт светители новая станция новая погрузочная станция и новый пассажирский поезд хотя мне визуально он не очень нравится мне кажется предыдущий был интереснее 2001 год выходит серия my own train то есть прямо уже для взрослых фанатов сборки то есть мы просто покупаем отдельно вот например локомотив отдельно покупанку это вагон видимо это не коробочка но какая-то какая заводская может упаковка уж даже есть штрих-коды и артикул видимо вот так они продавались какой-то более подробной информации у меня к сожалению нету и в этой же серии перевыпускается метролайнер у меня помнешь коробка была черно-белая при упускается к нему этот двухэтажный вагон и отдельно можно купить разные вагоны выходит прямо целый экспресс такой вот в ретро стиле поезд санта-фе американский по моему 60-х годов если не ошибаюсь или даже 50-х годов тоже очень красиво выглядит сейчас он стоит безумных денег выходит к нему пассажирские вагоны по моему даже какой-то грузовой выходил отдельно можно купить моторные тележки то есть все для взрослых коллекционеров даже он мини платформа очень очень клёво можно собрать свою большую железную дорогу 2003 год обновляются пассажирские поезда теперь они выглядят вот так вот честно внешний вид очень странный хотя грузовой поезд выглядит неплохо это все та же система 9 вольт то есть антажин долгожителем было большим специальная станция для ремонта поездов тоже сейчас 100 каких-то безумных денег ж.д. переезд выглядит красиво интересно и 2004 год какие-то последние остатки у нас выходят поездов что такое и нет еще не все 2005 выходит отдельный вагон но уже как видите в году выходит совсем мало всего и в 2006 обновляется система питания поездов у нас выходят новые рельсы без железных нашлёпок здесь больше нету они целиком пластиковые я думаю не в производстве более дешевые литейная форма простая и выходят новые поезда пассажирский поезд как видите здесь есть такая бандура внизу и глазочек и к порту то есть поезд возит с собой батарейки хотя моторная тюрешка осталась примерно такой же там он подключается 9 вольтом контактом на ней уже нет контактов на колесах выходит такого карга делюкс блок для поездов внутри для питания точно такой же то есть а с пассажирским они одинаково только отличаются цветом и он хули дэй трейн он без рельс по моему без мотора кстати выглядит очень клёво тут аж целую кучу вагонов чё-то такого в принципе сейчас недавно на выпускал сказать говоря отдельно выходят новые рельсы без контактов с контактами сразу он с моторной тележкой то есть и стежков поломались пожалуйста добавляйте даже магниты запасные есть и думают набор сейчас такой вот думаю это он даже продается но и даже с продавался бы стоил бешеных денег и станция выходит но станция симпатичная хотя ей не хватает уже того что было в тех станциях типа там кофейни прочего грузчика который водится он здесь постер с тележкой ходит машину отобрали в девятом году у нас снова обновляются поезда но не сильно теперь это power function у нас во первых выходят новые рельсы они теперь могут сгибаться на свободный угол у нас выходит новая моторная тележка как новая уже была но теперь они можно отдельно в том числе приобрести и выходит изумрудная ночь первый поезд с power function без power function а в него можно вставить excel мотор сюда батарейный блок и к приемник современный уже ну как сейчас уже не современно но все же и получить такой вот поезд в нем кстати говоря подразумевалось купить несколько наборов у меня набор был очень-очень мне он понравился свое время выходит такой вот марс к трейн коллекционный тоже сейчас он стоит бешеных денег перейдем к пф поездам они вышли в 2000 10 то есть изумрудная ночь сначала вышла потом уже вышли пф поезда пассажирский поезд ну я думаю многие уже знаком рельсы остались теми же без контактов но теперь у нас есть новая моторная тележка на power function и новый пульт многие уже знают как он работает тут ничего нет думаю нового и товарный польске оба этих пользы тоже у меня были в принципе оставили после себя приятное впечатление у меня даже был переезд то есть система решили так прям мощно обновить и станция помните я говорю что я покажу вам референс к старой станции вот он очень-очень мне кажется она похожа приятному к сожалению видимо поезда у лека не стрельнули потому что следующем году никаких отдельных вагонов не выходит у нас выходит новый товарный поезд от того он не сильно отличается просто выходит еще рельса 2014 году выходит последние поезда на системе power function то есть всего у нас получилось 5 такой вот товарный поезд ну кстати очень симпатичный тоже и пассажирский поезд в котором все называют дети сапсаном это наша оригинальная особенность новая станция но опять-таки нет никаких новых отдельных вагонов чего-то такого то есть просто рядовая замена в пятнадцатом году выходит еще один поезд по 6 поездов был на power function полноценных и в восемнадцатом году обновляется система и теперь совсем все бедненько из там хоть вышли выходе на скит станция для ничего то еще выходит просто пассажирский поезд на системе power этап уже современный грузовой поезд то есть никаких станций никаких вагонов просто теперь есть эти и отдельные рельсам рельсы остались теми же самыми поэтому как бы их нет новинках немножко это обидно и вот это вот то что мне кажется действительно самым крутым набором по поездам серия называлась factory можно было не собрать такого поезд то есть тот же крокодил train из него еще можно было собрать кучу других поездов базируется в системе 9 вольт выглядит на самом деле даже сейчас очень красиво понятно что прям был набор для для взрослых фанатов дизайн от лего фанатов в тот же серии выходили модульные дома это первый модульный дом который выпускать до сих пор и вернемся к нашему набору такого немалый путь проделала компания в этой области именно поездах они в принципе особо не изменились то есть до сих пор поезда все шириной 6 тут они до сих пор базируются на фактических тех же рельсах примерно том же диаметре колес особых изменений их нету менялись системы питания сменялись внешний вид потому что все началось все без фигурок и сегодня поезда ну некоторых стагнации я бы сказал хотя периодически выход вот такие вот обалденные штуки и явно понятно что они нацелены на аудиторию который когда-то увлекалась поездами то есть ну этот я или старше кто-то моложе ну прям фанат например у вас детстве был поезд лего и вы хотите сейчас что-нибудь такое же и вот пожалуйста он перед вами причем этот поезд как и предыдущие такие коллекционные поезда которые показывал может подвергнуть быть моторизации собственно вот в инструкции у нас ну инструкция вообще пару слов о ней она красивая прикольно хотя на черном фоне собирать было не так то просто мы просто вытаскиваем на тут штуку изнутри вставляем туда новый блок power даб такой же как был такой же принцип как поездах серии сити вставляем или мотор в достатке в кучу наборов техника день тоже можно купить его и получаем движущийся такой локомотив у меня нет рельс от сети поездов поэтому я ксалю не могу вам показать как этот поезд ездит а был обзор у кирилла там у него поезд сходил с рельс поэтому подтвердить это для премьер я не могу видно что старались сделать так чтобы он ездил нормально но почему-то он у него сходил с рельс с рельс попробуйте оксажение это не могу у меня до этого были поезда из сити и кицы и собирал все вроде бы там было нормально я сам практиковал такую схему где поезд сегментирован как здесь все был нормально но почему там-то он сходил с рельс по сборке собирать был поезд реально очень интересно огромное количество деталей то есть очень-очень много мелочи и сначала собирают путь подставку приятно что на тереть наборах до этого наборах этих подставок не было там просто типа покупайте рельсы отдельно очень вандухи тут прям все красиво премиально поезд при этом с ней никуда не скатывается хотя вот цель для вас я покажу что он ездит эти вот сегменты все крутятся единственное ну красные пины здесь вот эти вот на шар они вообще не в тему кстати говоря там вот внутри эти пины они черные то есть ну ничто не мешало компании сделать их черные почему-то они красные не знаю зачем резиночки красные ну ладно черных у лего в принципе вот этих вот силиконовых резинок нету они нужны чтобы если поезд накатаем он колеса крутились сцепление было нормально наносит на полку можете хотите поставить его резинки можно не нацеплять ну я нацепил пусть будет в полной комплектности знать буду где они находятся при этом почти пост этот можно подключить к обычным лего вагоном никакой проблемы в этом нету то есть здесь все нормально две фигурки в комплекте машинист и машинистка выглядят фигурки приятно красивые торсики одинаково абсолютная только головы отличаются и кстати можно обоих посадить в салон если мы не моторизируем поезд тоже прикольно но мне кажется такая знаете для галочки функция то есть это именно чтобы мы типа знали что фигурки туда влазит они игровая и сажать это очень неудобно в точке зрения детализации конечно поезд фантастически приятный и именно это можно все понять если вы собираете его то есть тут явно многие моменты были сделаны как собственно все техники кстати говоря то есть там и многие моментами копка передач собираем в наборе мы знаем что он там есть что она работает но мы не видим здесь прямо то же самое очень много каких-то моментов сборки дайте кружочки например вот не скажешь что никто пособенно прицепляется но они прицепляются абсолютно по-особенному очень-очень понравилась сборка этого набора положительнейшее впечатление после себя оставила закусить найти пантограф и какая детализация они при этом еще и складываются все красиво тут есть нас высоковольтные провода вот эти вот зелененькие керамические изоляторы то есть не вот не стеклянная как висят везде на линиях электропередач они именно зелененькие машине керамические они очень старые сам по себе поезд локомотив этот очень-очень старый он таки в швеции используется или швейцарии точно не скажу вам набора кстати говоря всего одна наклейка вот это вот большая все остальное в эти вот таблички все это принты очень-очень приятно единственное что у меня удивило что нет никаких намеков на то типа купите два таких набора потому что в предыдущих поездах например в изумрудной ночи было комплект из 10 наклеек то есть там есть вагон номер один но номера для тех вагонов есть еще до 9 то есть купите 10 наборов и соберите поезд с десятью вагонами например в наборе вот в этом вот который тип вот копия ты живая а там предлагают вам купить два таких набора соединить их ну между собой у вас получится поезд из шести вагонов тип как полноценный есть такого нету тип набор как бы законченную и опять таки подставка то что его можно поставить красиво на полку как у меня дома например и и стоит такое видео было не знаю получившим длинным слишком коротким надеюсь вам было интересно узнать для себя чего-то новенького если вам понравилось поставьте лайк осик подпишитесь на канал что вы думаете в принципе атаковать небольшом экскурсию историю понравилось ли вам напишите обязательно я безумно интерес у меня это вызывает понравилось ли вам это в таком формате может в каком-то другом будет но я хочу сделать нечто подобное еще по двум областям не знаю когда но это будет поэтому подписывайтесь на канал еще раз лайк осики ставьте читайте пишите комментарии я всех читаю отмечаю отвечаю и всем хорошего пока